А сейчас сменим тему. Мы расскажем вам об изгнании дьявола. Противоборство Бога и дьявола сейчас так же актуально, как и во все времена. И как тысячи лет назад, место сражения — это человеческие души. Люди, одержимые бесами, стремятся в церковь, чтобы пройти ритуал очищения. О современных экзорсистах в репортаже Юлия Гробовская. Сельский храм... За несколько лет он стал одним из главных центров экзорсизма. Одержимые дьяволом съезжаются сюда каждую пятницу. И здесь их вычитывает приходской священник Отец Василий. Однако одного визита часто недостаточно. Для полного исцеления нужны долгие месяцы и даже годы. Сельский храм не может зайти. Снимать на видео чин изгнания бесов обычно не разрешают. Но Отец Василий убежден, что эти кадры могут спасти многих одержимых, которые еще не слышали об экзорсизме. А заодно убедить скептиков, что одержимость дьяволом — реальность. Это самые обычные проявления вселившихся демонов. Непроизвольные телодвижения, крики, рычания, паническая боязнь священных предметов. Несколько лет назад, потеряв жену, он собирался уходить в монастырь. Но духовный наставник сказал, в клетку всегда успеешь, иди спасать людей. С тех пор в помощи священник не отказывал никому. С одной, когда она приходила, они были дуже яростны. Сразу до того матюкались. Что ужасно. Некоторые люди даже на литургию, когда приходили они, то матюкались. Люди говорили, батюшка, если так будет, мы уйдем из церкви. Я говорю, детки, вы только поймите одно. А если бы с вами это случилось бы, и я бы сказал вам, выйдите из церкви. Как вам, нравилось потом или нет? Нет. Значит, мы должны терпеть, спасать их. Сам видит духовно больных и очень много внимания уделяет духовно больным. И вычетку делает, и отдельно работает с ними. Сюда приезжаю специально на вычетку. Я приезжал впервые с женой, потому что я сам не мог ходить. А теперь уже я сам прихожу. Вычетка длится несколько часов. Сначала к телу бесноватого экзорцист прикладывает крест. Потом общий молебен и окропление святой водой. Для священника это огромное напряжение. Для одержимых тоже. Людмила Маймес снова собиралась умирать от рака. После операции ее здоровье только ухудшилось. Пришла на вычетку и оказалось, что она боится святого креста и святой воды. У экзорцистов это верный признак одержимости. Я ничего не чувствую. Я лично ничего не чувствую. А беса хрест печет. И того он кричит. В основном, как батюшка прикладывает сюда хрест. И тогда он сильно кричит. Печет его из-за барышей. Хрест вонючает. И ему в церкви все воняет. Все святое им воняет. Беса. Пять лет назад в ряды экзорцистов вступил и отец Петр. Настоятельный. За эти годы он определил саму сущность демонов. Это разумные духовные существа. И нельзя их недооценивать. Бесов нельзя ни в коем случае недооценивать. Они знают все законы физики, химии, математики вместо взятых. Они знают тайны человеческой души. Тот человек заблуждается, когда думает, что это какой-то вымысел. Как нам вот люди думают, представляют это в каких-то фильмах, сказках и так далее. Как добрые бесы там или белые колдунья начинают помогать там и так далее. Ничего не бывает белого. Бесплатный сыр только в мышеловке, понимаете. Противники экзорцизма это чаще всего врачи-психиатры. Профессор московского научно-исследовательского института психиатрии Юрий Полищук считает, что в ходе так называемой отчетки совершается эмоциональное стрессовое воздействие. И несомненно, если речь идет о больных с психическими заболеваниями, то такого рода процедуры обостряют состояние психоза. Уйдите, суки, блядь! Уйдите, я боюсь! Я боюсь, не надо, блядь! Уйди, уйди! Я сказал, что я ненавижу! Уйди, уйди, уйди! Но православные экзорцисты это тоже хорошо понимают. Психически больных отправляют прямиком к врачу. Видно, когда человек психически болен, а когда человек действительно одержим духом нечистым. И здесь, конечно, нужен опыт и нужна практика, чтобы распознать таких людей. Потому что если человек психически болен, и его начинаешь там вычитывать, и начинаешь производить какие-либо манипуляции и так далее, и молитвы, то просто-напросто ты этого человека еще больше усуглубляешь его положение. Потому что психические заболевания и одержимость духом нечистым – это немножко две разные вещи. Впрочем, побывав в психиатрической клинике, отец Петр решил, что 80% пациентов должны посещать вычетки. Одного он даже вылечил от шизофрении. Заведующее отделением призналось, что не видела такого за все 40 лет работы. Юлия Гробовская, Владимир Хребтович, Евгений Сафрунов. Аналитическая программа «Подскрипту». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова